Трамп заявил о необходимости депортации незаконных мигрантов без суда. Меркель обсудила с главой МВД Германии решение саммита ЕС по мигрантам. Порошенко заявил, что в НАТО должны оценить самопожертвование Украины. Украинские военнослужащие прекратили обстрелы после вступления в силу очередного перемирия, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование республики. С наступлением полуночи обстрелы с позиций украинских силовиков прекратились. На эту минуту у линии соприкосновения отмечается тишина. Очередное перемирие вступило в силу. Мы следим за обстановкой, говорится в сообщении ведомства. Иран расценивает просьбу президента США Дональда Трампа к Саудовской Аравии об увеличении объема добычи нефти как призыв к выходу из ОПЕК. Об этом заявил представитель Ирана в ОПЕК Хусейн Каземпур Ардебелиг агентству США. Если отбросить в сторону тот факт, что у Саудовской Аравии нет таких мощностей, чтобы увеличить добычу нефти, это требование может быть расценено как приказ королевству выйти из ОПЕК, заявил Ардебелиг. Он добавил, что члены ОПЕК приняли решение в Вене сохранить предыдущее соглашение, которое предусматривает сокращение объемов добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки, чтобы максимальная добыча не превышала 32,5 миллиона баррелей. Президент США Дональд Трамп в своем твиттер заявил о необходимости депортации мигрантов, прибывших на территорию страны нелегально, без судебного разбирательства. «Когда люди приезжают в нашу страну незаконно, мы должны немедленно выпроваживать их обратно, чтобы в течение долгих лет не проходить через процедуры юридического маневрирования. Наши законы самые глупые в мире», – написал он в своем микроблоге. Напоминаем, ранее сообщалось о митингах в США против миграционной политики американских властей. Так, в Вашингтоне около 575 демонстрантов были задержаны полицейскими. Канцлер Германии Ангела Меркель провела встречу с главой МВД Германии Хорстом Зейхофером для обсуждения результатов саммита ЕС в Брюсселе, сообщает DPA. По данным источника, в ходе встречи Меркель постаралась убедить Зейхофера, что ее усилия по урегулированию вопросов миграции со странами ЕС делают закрытые границы излишней мерой. Ожидается, что результаты встречи будут обнародованы до начала серии встреч партийных лидеров в воскресенье 1 июля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО должны оценить самопожертвования и вклад его страны в мировую безопасность. Об этом украинский лидер написал на своей странице в Facebook. По его словам, Украина делает для региональной и мировой безопасности больше, чем многие другие партнеры по Альянсу. И этот наш вклад, наши самопожертвования должны быть надлежащим образом оценены Альянсом. В этом вопросе нет и не может быть узконациональных интересов, написал Порошенко. Напоминаем ранее, Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время внесет на рассмотрение Верховную Раду законопроект о поправках к Конституции Украины, касающихся членства в Евросоюзе и НАТО. Также украинский президент отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.